Зеленый Бор – относительно новый городской микрорайон в Полевском. Несмотря на то, что в городе в целом мест для учеников хватает, жители этой части города заинтересованы в том, чтобы в их микрорайоне была своя школа. Инициативная группа полевчан написала коллективное обращение к губернатору Евгению Куйвышеву. Здесь с семьей живет и летчик, герой России Дамир Юсупов. Вместе с главой региона во время его рабочего визита в город, они прошлись по Зеленому Бору и посмотрели предполагаемое место строительства школы. Я поддерживаю, значит, безусловно, мы учтем при формировании бюджета, но теперь нам дождаться декабря, значит, когда мы примем этот бюджет, когда депутаты нас поддержат, когда мы еще и еще изберем их сначала, а потом уже, значит, будем двигаться. Поэтому я все цело за этот проект, будем стараться его делать. Кроме того, глава региона проинспектировал стройплощадку, где возводятся новые секции пятиэтажного жилого дома, куда вскоре переедут жители аварийных домов. Первая секция многоквартирника была сдана три года назад. Новую очередь, это еще 61 квартира, планируется достроить до конца года на бюджетные средства. Это позволит расселить еще семь аварийных домов, часть квартир планируется передать детям-сиротам. По предложению президента планируется также расселить жилье, признанное аварийным в нынешнем году. Из федерального бюджета должно быть выделено еще 45 миллиардов рублей. «Если предложение будет поддержано депутатами новой Госдумы, мы будем готовиться к новому строительству не только домов, но и всех необходимых социальных объектов поблизости, школ, садиков и поликлиник», — заявил Евгений Куйвышев. В северной части Полевского реализуется проект по возрождению Дендрария, который здесь был прежде. Инициаторами проекта стали ветераны, с которыми Евгений Куйвышев провел встречу. Во время рабочей поездки Евгений Куйвышев также заехал к малому предпринимателю Ивану Рыбникову, который организовал в Полевском производство экологичных пакетов и сумок. Предприятие «Экопрост» производит их из спонбонда, нетканого прочного материала, предназначенного для многоразового использования. Такие пакеты сейчас можно часто встретить на кассах в торговых сетях. Евгений Куйвышев дал ряд поручений профильным министрам для того, чтобы поддержать уникальный и полезный проект. «Мы всегда готовы поддерживать бизнес-проекты, направленные на экологичность, оздоровление природы», — сказал губернатор.